Мы начали официальный визит в Республику Беларусь, который посвящен 30-летию установлению дипломатических отношений между нашими странами с приема у президента Республики Александра Григорьевича Лукашенко. У нас состоялась очень продолжительная, доверительная, полезная беседа, в ходе которой мы рассмотрели задачи дальнейшего углубления нашей интеграционной повестки дня в рамках союзного государства на основе тех принципиальных договоренностей, которые принимают президенты наших стран. И, как вы знаете, совсем недавно в Петербурге состоялась очередная встреча Александра Григорьевича и Владимира Владимировича Путина, на которой был проведен обзор всего спектра наших задач. Прежде всего, в контексте реализации 28 союзных программ, которые были утверждены год назад и которые сейчас на 40 уже процентов, по нашей оценке, воплощены в практические решения и начинают уже работать на экономику, на социальную сферу. И, в целом, транспорт, логистика, все, что необходимо для жизнедеятельности наших государств, обеспечения интересов наших граждан. Второй большой блок вопросов. В этом же контексте мы договорились еще по нескольким направлениям выравнивать наше законодательство, выравнивать права наших граждан. Это тоже будет полезно для повседневной жизни россиян и белорусов. Второе крупное направление – это внешняя политика, вопросы безопасности. Они подробно обсуждались на встрече президента в Санкт-Петербурге, вы, конечно, знаете об этом. И было подчеркнуто, что Россия и Беларусь будут твердо настаивать на том, чтобы их законные интересы с точки зрения безопасности в эпоху, когда НАТО продолжает весьма агрессивно действовать, чтобы наши законные интересы уважались. Мы всегда за диалог, мы всегда за те решения, которые обеспечивают равноправие, обеспечивают баланс интересов, но мы знаем, как к такого рода договоренностям относятся наши коллеги из Североатлантического альянса. Были приняты многочисленные решения и в конце 90-х, и в середине, и в 2010 году. Решение о том, что все члены ОБСЕ уважают принцип неделимости безопасности, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. С момента принятия таких обязательств на высшем уровне мы настаивали на том, чтобы эти обязательства воплощались в конкретные дела. Вместо этого НАТО пять раз расширялось, при этом заявлялось, что альянс-то оборонительный, вы не бойтесь, но оборонительный он от кого? Когда был Варшавский договор, было понятно, есть НАТО, есть Варшавский договор. Берлинская стена, воображаемая стена между двумя военно-политическими блоками. Варшавского договора нет, а НАТО продолжало продвигаться на восток, тем самым обозначая, если верить их утверждениям, обозначая новую линию обороны. Ну, понятно, что такого рода утверждения, такого рода логика полностью абсурдна. Сейчас уже после очередного саммита НАТО в Мадриде представители Соединенных Штатов заявляют, что альянс был, есть и будет оборонительным. Ну, насколько он был оборонительным, я уже упомянул. Ну, и достаточно напомнить также о том, как он оборонялся в Ираке, разрушив страну, как он оборонялся в Ливии, сделав то же самое. Ну, и как в 1999-м была разрушена Югославия, когда впервые страны НАТО, являющиеся также членами ОБСЕ, бомбили другую страну членов ОБСЕ. И во всех этих случаях никаких интересов безопасности стран-членов НАТО не затрагивалось, но они считали себя вправе вот таким образом обороняться. А все годы, когда мы пытались убедить альянс выполнять обязательства о неукреплении своей безопасности за счет безопасности других, не расширяться на восток, то, что они делали, они накачивали Украину оружием, они всячески потакали неонацистским проявлением и теорией неонацистской практики, которая укоренялась на Украине. Был поддержан государственный переворот, был поддержан курс на полный саботаж минских договоренностей, вот в этом здании достигнутых. Это очень хорошо помню, как господин Порошенко здесь участвовал в переговорах, а на днях он публично заявил, минские договоренности никто и не собирался выполнять на Украине. Это был маневр, нацеленный только на то, чтобы выиграть время для перевооружения армии, для подготовки реванша. Публично заявил и не покраснил. Поэтому Запад все прекрасно понимал и для Запада не было никакой неожиданности в том, что мы решили твердо отстаивать наши интересы, когда все предложения о переговорах на равноправной, подчеркну основе, на основе поиска баланса интересов, а не продавливания своих интересов в ущерб интересам России и Беларуси, все эти возможности были исчерпаны. И сейчас, конечно же, мы видим по истеричной реакции, насколько глубоко эта проблема уже была запущена, и насколько много надежд Запад возлагал на превращение Украины в постоянный раздражитель, в инструмент сдерживания России, в продвижение русофобии, уничтожение и отмену, как сейчас говорят, всего русского. И насколько Запад вот так нервно реагирует, поскольку эти планы не сбудутся. Мы не позволим там сбыться планам, которые прямо противоречат международному праву, которые прямо противоречат всем ценностям, как Запад любит говорить, ОБСЕ, включая защиту прав национальных меньшинств, которые были попраны на Украине многократно и грубо, при прямом попустительстве наших западных коллег. У нас здесь с Республикой Беларусь единая позиция. Мы категорически не согласны с линией, которую проводит Запад. Это диктат, ультиматум, навязывание своих требований, использование абсолютно нелегитимных, незаконных, нарушающих устав ООН санкций и многие другие действия, которые западные коллеги, ведомые Соединенными Штатами, а Соединенные Штаты всех их подчинили, и те европейцы беспрекословно подчиняются. И вот ведомые Соединенными Штатами западные коллеги пытаются навязать на замену международного права, который носит универсальный характер, некие свои правила, которые придуманы в их узком кругу. Это вот такая философская часть нашего разговора, но эта философия имеет прямое отношение к практической политике. Говорили мы и о дальнейших планах в контексте развития наших двусторонних контактов и на уровне правительства, и по парламентской линии. Буквально вот сейчас открываться будет очередной межрегиональный форум в Гродно. Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, начиная вот очередной консульский пункт, мы откроем, генеральный консульский, откроем в Гродно. Наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделение своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства. Ну и многие другие практические планы мы сегодня обсудили и особо подчеркнули нашу приверженность продолжению скоординированной линии на международной арене. У нас единая согласованная внешняя политика, закрепляется она в программах, которые принимаются раз в два года. Есть вопросы? Вы отметили на встрече, что как бы там ни было, без Беларуси и России невозможно построить какую-то модель безопасности в Европе. Как вы считаете, все-таки на Западе начинают это понимать, но будут ли они, возможно, со временем все-таки готовы к равноправному диалогу? В таком русофобском хоре пробиваются иногда здравые голоса в контексте того, о чем вы сейчас спросили. Голоса, которые призывают учитывать то обстоятельство, что когда-то все равно придется возвращаться к диалогу, к сотрудничеству. Мы к этому готовы, мы от этого не уходим, но просто будем знать цену тем обязательствам, которые Запад берет на себя. И будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, который в сфере европейской безопасности мы испытали за последние 30 лет. Но к диалогу будем готовы, послушаем, что Запад имеет предложить. Спасибо.